ребята всем привет я вам сейчас расскажу историю которая была у нас связана с день у меня и сегодня поэтому к нам пришел слава собственно ответить на все вопросы связанные с ди и диджитализации в украине слав короче есть проблем кости она не всегда что-то в ней подтягивается правильно да по документам за это в чем проблема потому что многие жалуются что не подтягивается за грантом или еще что да смотрите по порядку я лучше пройду по документам но это то что сейчас работает вот да да по каким документам которые сейчас работают и суть в чем классическая моя любимая история первое это по правам и по техпаспортам мы начали с него потому что это один из самых лучших реестров к счастью или к сожалению и когда мы начали разрабатывать идею и собрались тянуть эти документы мы узнали что мы можем показать примерно 3 миллиона прав из не два с половиной миллиона прав из девяти с половиной миллиона после какие-то из них были стороны старые выданы до 2006 года заламинированные такие бумажечки у меня у папы так вот вот примеры у папы есть подтянулось или вы не пробовали а он не пользуется у меня у нас просто вова смирнов который дизайн директор спилки которая делала дизайн у него тоже заламинированные права вот у него ничего не совпадает кроме фамилии имени отчества то есть не совпадать ни категории не орган выдачи ничего почему потому что это все было где-то в картотеках на бумажечках потом это ручками пытались перенести в какую-то эксельку и в 2014 году эти эксельки мигрировали в один там какой-то большой реестр и потеря данных очень большая плюс мы показываем же документы каким образом по и н н у каждого человека есть налоговый номер наша излюбленная бумажечка и н н это ключевой идентификатор по которому мы запрашиваем документ если при выдаче документа его не внесли на этот и н н или опять же да там там сколько цифр и там 16 написали 61 просто там какая-то девушка которая или женщина которая стала набирать и на десятков там тысяч людей все копе конец документ не подтягиваться что сделали с правами запустили верификацию вот на сайте кабин есть сайт главный сервисный центр мвд и там есть верификация можно подгрузить там свой паспорт понятно чтобы идентифицировать личность кем был выдан документ чтобы они надо идти туда не не-не-не-не сайт едрайвер gsc.gov.ua мы прикрепим ссылки да 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 там есть прям функция с иконкой идея верификация документа вы заполняете там данные этого документа которые нужно верифицировать крепите копию своего паспорта и фотку этого документа спереди и сзади и уже сотрудник сервиса центра мвд вот который бы можно было к нему пойти ножками он сверяет валидный или инвалидный документ ищет какие остатки данных ездит а в бумажечках в истории и если там чисто ошибка ручного ввода или нет как раз этого и н на он это все правит то есть процесс должен исходить от клиента изначально да если нет нет документов он должен сам заняться этим вопросом к сожалению не знаем есть у человека документ или нет ну а подожди вот допустим вот я зашел в диу у меня не старые права заменировать я почитал информацию что делать у вас она написана в приложении что делать если не подгружают обновите версию перезайдите зайдите и все ну то есть там нет вот такого даже указания что вот если у вас не подтягивает права зайдите на какой-то сайт подтвердите надо просмотреть может быть но хотя скорее всего если такое там есть честно я уже не помню какие там факты если ты в этом месте скорее всего просто настолько много про коммуницировали везде что надо верифицироваться но не починили факт и может вот ну вообще в целом сейчас я видел в аэропортах да уже пользуются почти везде по аэропортам тоже хочу дать ремарку у нас намного больше времени чем обычно у меня там 10 минут какие-то нужно сказать по аэропортам есть вообще не спешим да да есть ремарка какая в аэропорте есть две точки где проверяют документ это авиационная безопасность аэропорта и это авиаперевозчик которому уже билетик показываете вся эта история авиационную безопасность мы пробили всю и везде все они подключаются да то есть сейчас может быть еще не во всех городах то есть суть какая они там закупают там дополнительно планшет или телефон или сканеры чтобы чекать нашу нашу идею и запускать вопрос а там же вот сканеры вот этот момент там сканер я правильно понимаю это навести айфоном на qr-код до камеры борисполь купил айпады например да и типа вот это все сканеры которые нужны да 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 и я видел что в борисполе стоят уже можно летать по загранпаспорту да а вот когда мы подходим к стой дальше дальше стойкам почти все кроме мау и виндроуз принимают то есть сейчас только боремся с мау и виндроузом которые а в смысле а что они им законы типа не работа есть тонкость какая на данный момент нормативная то есть есть же там как мы помним из уроков права в школе есть разные уровни нормативно-правовых актов есть там закон есть кодекс есть у меня очень плохо было ну вот есть закон есть кодекс есть постановление кабинета министров да и соответственно в зависимости от сложности есть разные этапы принятия то есть там сложнее всего изменить кодекс там закон правки в закон принимает рада чтение первое второе там и все остальное есть постановление кабина которое принимается голосованием министр постановление кабина позволило нам запустить цифровые документы. Звучит это как постанова про эксперимент, это некий такой нормативный путь, когда мы проводим на территории всей страны эксперимент, он дает хороший результат, и потом это является основанием для изменения закона. Но, опять же, в законе, который определяет перечень документов, которые удостоверяют личность, вот туда мы изменения еще не внесли, и это идет в процессе согласования этого закона. Закон выше, чем постановление Кабинета Министров. Соответственно, те, кто хочет упереться и не принимать документы, он там ссылается на закон. Но тут больше вопрос политического влияния, в плане, ну, внутри. А какая вообще выгода, ну, чем могут мотивироваться принимать это, либо не принимать? Тут же вопрос удобства, мне кажется, должен быть. Ну, вопрос удобства, 100%. Я вам приведу пример. Ну, то есть, чем они, я не знаю, чем руководствуются, принципиально не принимают, то есть, они ведут себя довольно некрасиво, в каком-то они говорят, да-да-да-да-да-да-да-да-да, и потом в последний момент они сливают. Мау, ведут себя некрасиво, серьезно? Неожиданно, никогда не думал. Вот, да-да-да. С точки зрения удобства и всего такого, у нас есть классный кейс по ритейлу, то есть, тоже одна из самых распространенных вещей, куда нам нужен документ, это в супермаркете приобрести, там, алкоголь или сигареты, например. О, это вот для нашей цели. Вот, да-да-да, да. И мы, когда запустились, опять же, начали контактировать, там, в том числе с ФОЗИ группы, это СИЛЬПО, ФОЗИ и ФОРА, и они сказали, ни в коем случае, не будет здесь ДИ, и прям выпустили какие-то внутренние документы, которые запретили кассирам принимать ДИЮ. Вот, как раз опираясь на этот закон, и со ссылкой на то, что, там, если на них подадут в суд, то... Ну, они выиграют, да. Да-да-да-да. Но как произошло на самом деле, АТБ пошел нам навстречу. АТБ – это самая большая сеть супермаркетов в Украине, их больше тысячи, по-моему, тысячу сто с чем-то штук. Вот, АТБ пошел, мы вышли с коммуникацией, что АТБ по всей территории Украины, на все тысячи, там, с чем-то, тысячи с чем-то супермаркетов принимает ДИЮ. И на следующий день наши ребята видели в Сильпо фоточку распечатки ДИИ, как она работает у кассира. Ага. Слушайте, ну, видите, АТБ впереди планеты всей, номер один. Я не совсем понял, я не совсем понял. Они из-за того, что вы сотрудничали с конкурентами, прелекламировали конкурентов. Да-да-да, это чисто рынок вынуждает. То есть рынок и аудитория. Ты в малолеточке пришел, тебе говорят, документы не принимают, а АТБ всегда с распростертыми объятиями. Да, но если я малолетка, и я знаю, что там можно, да. Ну, в младшем возрасте там нет же документов, там нельзя же авторизоваться сейчас. Нет, я имею в виду не малолетка, ну, то есть это странное какое-то поведение. Они приняли какую-то новую технологию, а Сильпо, а мы не примем, потому что... Ну, это из юридической плоскости перешло в маркетинг, по сути. То есть маркетинговые они поняли, что они, например, проиграют. Ну, я приведу пример, да. На прошлой неделе я встречался с одним очень большим банком, вот, а мы же в паспортах запускаем шеринг копии, когда вместо там копия Вирна, мы можем еще об этом поговорить, вместо копия Вирна можно будет с телефона по запросу банка просто отправить им в бэкэнд сразу копию документа. Сейчас давай сразу объяснять всем, кто нас слушает. Давайте тогда по порядку, и я вернусь к этой истории, она вообще важная про рынок. То есть я, если сразу правильно тебя понял, сейчас, короче, вот эти все копии документов можно будет в электронном виде подавать, да? Да, да. То есть условно, грубо говоря, ты приходишь в приватбанк, ты новый клиент, ну, допустим, ты там тот миноритарный процент, который еще не является клиентом. Ты приходишь в банк и говоришь, мне нужны там банковские услуги. Они говорят, окей, ты говоришь, у меня паспорт в ДИИ. Они сканируют твой QR там в ДИИ, или у нас есть еще бар-код, теперь уже штрих-код или там циферный код. Они сканируют, тебе на телефон приходит notification, там отделение номер 12, приватбанк по адресу такому-то, запрашивает копию вашего паспорта. Ты говоришь, ок, отправить. На бэкэнд дегенерируется копия. На этой копии еще и в придачу написано приватбанк, дата, время, чтобы эта копия не была использована там где-то еще. Им на бэкэнд приходят. Они ничего не распечатывают, ты не пишешь копию верно на 10xероксах, ничего. Я уверен, монобанк сделает удобнее. Ну, с моно мы тоже, у них же другой флоу, они же онлайн-банк. Да, я просто думаю, странно, что появилась диджитал-услуга, когда все равно надо приходить в банк. Типа, блин, окей, хорошо. Не, ну это же есть офлайн, есть онлайн-кейс, есть разные. Так вот, и с одним из очень больших банков мы встречаемся, они говорят, это все прикольно, нам это неинтересно, нам это интересно, там удаленное открытие счетов, там другие диджитал-инструменты. Я говорю, типа, ну, я не сказал, чуваки, потому что там были поважнее люди, но чуваки, я подумал, да, то есть сейчас в ДИЕ 4,5 миллиона юзеров. И, допустим, у этого банка 10% рынка, ну, например. Хотя я думаю, что у него там большие проценты. И я говорю, к вам приходят 450 тысяч граждан, которые говорят, у меня цифровой паспорт, предоставьте мне услугу, а вы ему говорите, нет? Вот. И после этой простой статистики они говорят, ну да, нам тоже надо запускать, да, нам это интересно. Подожди, а что требуется от самого банка, если они говорят, да, мы принимаем, мы будем принимать, по-моему, они должны... Смотри, у нас это является вендором, который подключается к нам по бэкэнду, по API, то есть мы верифицируем, то есть мы не просто там условно ты отсканировал мой QR-код, и тебе ушла копия. То есть должен быть верифицированный вендор, которому отдается подписанная там цифровая паспорт. Но они платят за какие-то услуги, либо им нужно назначать каких-то сотрудников, которые будут за это отвечать. Они просто должны допилить свой фронт и свой бэк. То есть они должны у себя предоставить возможность либо ввести код документа, который временный, то есть у нас сейчас трехминутный временный QR, вот, а есть еще теперь в новой версии, на нем же рядом с ним трехминутный бар-код, потому что, ну, как на новой почте там QR негде считать, допустим, вот, и цифры. То есть они должны у себя допилить возможность считать и принять копию, все. А не на этом даже выигрывать, потому что мы даже делали там предварительные расчеты, банк на то, чтобы взять копию у человека, он, во-первых, тратит там больше времени сотрудника, который предоставляет услугу, он тратит деньги на бумагу, а в больших, условно, да, масштабах, там, условно, 450 тысяч человек. Это достаточно большое количество бумаги, которое нужно, ну, и так дальше. Ну, времени всего. То есть, да, и они только выиграют, потому что и плюс еще все эти копии бумажных, бумажные копии в банках, они же должны где-то храниться, а цифровая копия хранится в облаке. Слушай, вот ты сейчас рассказываешь про вот эти все вещи. Я, дело в том, что про отсутствие бумаги в банках слышал, дай тебе сказать, когда у нас этот приватбанк стал национальным банком. По-моему, два назад или три. Ну, неважно, да. Да, вот, короче, где-то до этого момента у них уже как несколько лет действовала система внутренних электронных подпишек, и всей вот этой системы без... Приват, на самом деле, очень крутые чуваки, прям очень крутые. То есть, они очень диджитализированы, у них очень большое количество инструментов. Они с нами отрабатывают вот все тесты, и первые бета-тесты сейчас, и на самом деле... То есть, они всегда готовы вписаться вот в такие вещи. То есть, у них есть ресурс, они не говорят, это потом, это сейчас. То есть, даже если там какой-то маленький процент аудитории будет заинтересован в каком-то решении, они будут это делать. У меня вот... Давайте к основам немножко вернемся, то, что мы такие конкретные... Да, сейчас у нас просто все девочки вышли из чата после всех вот этих фронт-энд, бэк-энд. Вообще, цель... Ну, есть такое слово диджитализация, такое красивое. Оно стало словом года, да, по-моему, в прошлом году. Это слово года в Украине. Оно включает в себя очень много аспектов, как я понял. И сейчас мы конкретно обсуждаем Дию. Какая, в принципе, в целом цель Дии была для гражданам? Это предоставление электронных документов и система удостоверения, что они настоящие? Это старт. Объясню. То есть, наша задача в течение пяти лет сделать доступными 100% государственных услуг онлайн. То есть, что это дает? Первое, это убивает, на понятном языке, это убивает бытовую коррупцию. Чуть-чуть быстрее постоять в очереди, чуть-чуть быстрее получить справочку и все остальное. То есть, плюс, сам подход, мы не просто там берем, типа, услугу и оцифровали. Мы анализируем, сколько в ней должно быть полей, вообще релевантна она или нет. Если мы видим, что какая-то справка, ну, условно, например, о несудимости, или там, о, справка о составе семьи. Отличная тема. Может, есть смысл вообще убить этот документ, исправить нормативку и больше его не спрашивать. Вот. А то, что доступно онлайн, тебе не надо постоять в очереди, не надо потратить время. И мы там, на примере, там, открытие ФОП было 58 полей, стало 12, которые там намного удобнее заполнить. В этом цель. Вот. Есть экосистема мобильных приложений и портал. Ну, они разные сами по себе. То есть, мобильное приложение сейчас, в основном, заключено в том, что есть документы в телефоне. Да, да, суть, разница в них функциональная. То есть, документы на десктопе не имеют никакой ценности вообще. То есть, у тебя всегда с собой смартфон, и ты телефоном платишь, телефоном, ну, все делаешь. Вот. Это первое. То есть, точно так же, там, какие-то услуги будут доступны в мобайле, и их не будет на десктопе, там, и наоборот. Что-то будет доступно на десктопе, его не будет в мобайле, потому что, если там будет больше полей, там, чем 12, это тяжелая история. Второе – это полезность. То есть, мы запускали документы как быстрый, полезный какой-то инструмент. То есть, реально, у каждого, кто есть машина, он знает, забыл права в другой куртке, в бардачке, не в бардачке, в кошельке, уехал. И, на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, там, в бюджет страны, там, за прошлый период до запуска идеи, по-моему, просто за отсутствие при себе документов, было штрафа выплачено порядка на 40 миллионов гривен. Так это же хорошо. Да, вы решили страну, решили денег. Зато сделали людям удобнее. То есть, человеку удобнее стало. И плюс есть еще какая история. У каждой госуслуги есть определенная аудитория. Ну, например, там, ФОПов в Украине активных 2 миллиона, да, а там, я не знаю, там, каких-нибудь тех, кто получает субсидии, еще какое-то количество, там, кто открывает ТОВКИ, да. То есть, это какой-то есть объем. Если запускать просто в мобильном приложении, там, с нуля, без огромных каких-то компаний, а у нас не было никаких компаний, запускать просто госуслуги, то есть, какой-то процент людей будет медленно, плавно конвертироваться в приложение, вот, и постепенно, плавно пользоваться этими услугами. В то же время, когда мы создаем ценность, вот, для больших, большого количества людей, то есть, реально, там, 9,5 миллионов водителей, да, и, там, паспортов 17 миллионов. То есть, там, наш ресурс потенциал, это, вот, 17 миллионов человек. Допустим, каждый, у кого есть паспорт из-за гранд, да, вот, например, у него есть права. То есть, условных 17 миллионов. То есть, когда ты создаешь ценность, и уже есть аудитория. То есть, у нас сейчас нет еще ни одной услуги, 4,5 миллиона юзеров. Когда ты запускаешь услуги, ты просто уже навешиваешь, там, на эту шпажку, дополнительные ценности для человека. То есть, вот, мы запустим, там, допустим, справку для внутрешнепромещенных осип, для тех, кто с оккупированных территорий. Вот, они уже пользуются, допустим, приложением, и у них появляется еще опция, которая сделает удобнее. Мы запустим оплату налогов, ФОП, подачу деклараций, там, в три клика на телефоне, и оплату единого социального внеску, тоже, там, в два с половиной, в три клика. Это аудитория 2 миллиона человек, у которых уже идея, им проще будет перескочить. То есть, нам не надо будет по каждому продукту делать отдельную новую компанию, потому что в Украине, там, сотни и тысячи госуслуг. А у нас уже есть аудитория, которая работает, которой мы просто увеличиваем, увеличиваем ценность. Ну, граница, вот, влияние или интеграции, там, в потребительскую привычку, ДИИ, вот, это все равно останется, вот, есть же, да, альтернативы в других странах, есть в России госуслуг, есть в Литве, да? В Эстонии. В Эстонии, да. Вот, у них удачный кейс. В целом, если смотреть по России, по-моему, это осталось вот такой нишевой для них. Сложно сказать. У меня, те мои знакомые, которые в Москве, они пользуются все время госуслугами. Вот, там тоже, там, опять же, смотри, все зависит от юзубилити, ну, объективно, то есть, суть. То есть, знакомый, например, заказывал себе загранпаспорт, но он там чуть не посидел пока через госуслуги, заказал загранпаспорт и там вплоть до каких-то полей, там, образования и все остальное. А вот этот нюанс, да, кстати. То, что вы сделаете, там, госуслуги цифровыми, не будет ли оно как-то пересекаться с работой человека и от этого все равно быть сложным. Есть несколько этапов, давайте сейчас по порядку, да. То есть, у нас же, например, есть реинжиниринг, который уменьшает количество полей. Вот, в то же время, например, там, очень круто реализованы в госуслуга штрафы. Ну, реально, это факт. Вот, то есть, они, правда, там используют две приложухи вместе и госуслуги, и еще отдельно штрафы, чтобы посмотреть там всю детализацию. То есть, этот продукт сделан клево. Вот, не скажу там по всем. Теперь, что касается человеческого фактора, человеческий фактор, к сожалению, сейчас есть. Например, те же ФОПы, да, то есть, мы сформировали заявку, отправили ее в бэкэнд, там, министерство юстиции, отправили в бэкэнд налоговой, но все равно там гос-регистратор на данном этапе чекает эту заявку и принимает решение, что человек там открыл ФОП. То есть, в целом, наша цель убрать вообще чиновников из процесса получения там понятных услуг, где не нужно проверять что-то. Вот, тут есть вопрос какой. Я видел, что хочу сказать, но я скажу. То есть, идеально можно сделать всегда, но когда ты делаешь какой-то продукт, надо принимать решение, когда ты запускаешь MVP. Вот, потому что на примере, там, знаете, нам с Монобанком приводили пример, в ДИ, там, типа, говорят, вот вы, там, могли бы сделать, там, кнопку, я потерял водительское удостоверение или, там, еще что-то. Могли, и все это у нас есть в бэклоге. Но одно дело, там, я не знаю, год быть в бета-тесте и выпустить продукт с одной функцией, там, да, ну, например, там, с банковской картой и сопутствующим. А другое, выпустить документ, который позволяет управлять автомобилем за два с половиной месяца. Ну, вы пошли по пути разумному, да? То есть, вы вывалили минимальную рабочую версию, которая показала нам, что вот уже можно пользоваться. А дальше я, ну, я, в принципе, так и предполагал, потому что, ну, вы сами писали, что 85% услуг и вообще всего, что планируется, еще только вот за ближайшие годы будут разрабатываться. Я, в целом, ну, понимал, зачем это нужно, абсолютно понятно, да, то есть, это убивает коррупцию мелкую, которую тебе не надо, там, платить за права. Ну, это касательно услуг, но с услугами, к сожалению, я еще не сталкивался вот с Ди. Слушай, ты... Ну, ты пользовался услугами? А этот, давайте откроем человеку ФОП через Ди, а закроет сам. Ну, это закрывать очень долго, да? Слушай, там... Ну, я открывал... Ну, вот, я открывал ФОП по старому. Могу рассказать, как коррупционно закрывают сейчас. Ну, есть же, да, у нас же... Коррупция в стране? И сейчас бегущий строкой, там, типа, сразу телефон, адрес. Да, в смысле, ну, типа, все знают, что, да, у нас, короче, из-за повышенных налоговых ставок, там, схемы сотрудничества с сотрудниками через ФОП. Через ФОП, да. Потому что у нас ТОВКу в стране, чтобы открыть. Надо платить столько налогов, что, ну, ты не вывезешь ни одним бизнесом, ну, таким вот, естественно, путем развивающимся. То есть ты, по-моему, 40%, ты 20% в одну сторону, в другую платишь, а через ФОПы намного меньше. Ну, да. Вот, и чтобы закрыть... Мы когда-то протупили, открыли ТОВКу, чтобы закрыть ее, понадобилось 500 долларов. Ее просто перепродали на какого-то левого чувака. Вот, может быть, эта схема тоже будет отсутствовать в... Ну, смотри, больше того, у нас сейчас ТОВКу, мы находимся в тесте по открытию ТОВКи. По закрытию там действительно сложнее, но закрытие мы точно сделаем. Мы же по ФОПу сделали закрытие в один клик. Круто. Серьезно, да? Да. Я просто платил за это человеку, он что-то делал. Вот, а по ТОВКе, по ТОВКе сейчас у нас открытие и изменение статута будет. Подожди, стоп, сейчас в ДИИ можно открыть ФОП. Открыть ФОП и заполнить 12 полей. Чувак, точно так же можно сейчас в монобанке открыть ФОП. И точно так же быстро его можно закрыть. Я правильно понимаю? Да. Еще быстрее. Если там нет долгов, соответственно, и так далее, то просто удаляешь кабинет, грубо говоря, и во всех структурах исчезает... Не надо идти к налогам. Я этого не знал. Что это все теперь будет так работать? Ребята, все, открывайте ФОПу. Если да, вы не открыли ФОПу, платите налоги. Это прикольно. Сразу. Я как только начал платить налоги, так хочется придалбываться к чиновникам, что-то выяснять. Да, к дорогам сразу. Что-то хочется, да, претензировать. Теперь ты понимаешь, почему у нас нет времени, да, там, долго рожать какие-то продукты? Да, потому что сразу, ну, я понимаю, что у вас большой такой груз ответственности, потому что вас при любой проблеме будет воспринимать максимально негативно, да, условно. Да, конечно. Как приватбанк. Как только он стал государственным, да, все люди начали относиться к нему чуть-чуть негативнее. А вы вообще ожидали, что, выйдя на пользователей, вы встретите столько критики со стороны обычных людей? Я не скажу, не скажу, как мы... Мы не проговаривали это, мы работали над продуктами. Могу сказать, мой собственный опыт. Мой опыт был такой. Я начал заниматься ДИИ в прошлом сентябре, вот, еще на этапе разработки бренда. Вот, и я думал, боже, мы делаем что-то очень прекрасное для людей. У меня прям эйфория какая-то была. Вот. Потом мы выкатываем водительские документы. Я понимаю, что с точки зрения, там, UX-а, это очень крутое приложение с точки зрения дизайна. Вот. Мы выкатываем документы, которые, там, сходу облегчают жизнь, ну, могут облегчить, там, всем желающим, понятно, зависит от установок, да, жизнь миллионам людей. При той всей сложности ситуации, когда, там, в реестре мы могли показать 2,5 миллиона, а смогли показать 5,5. Вот. То есть, но из 9,5 и начинает валиться, там, вот этот хейт. А моих документов нет, да, основной посылок. Да, да, ну, моих документов нет, еще чего-нибудь нет. Неправильная фамилия написать. Вот, да, да, да. Вот, всякая такая история. Плюс человек, понятно, с точки зрения сервиса, хочет получить просто, да. Он пишет суппорт и говорит, у меня нет документа, и документ появляется. И довольно трудно объяснить человеку, что менеджер суппорта, если бы он имел доступ в реестр и мог вносить документы, вряд ли это было бы безопасно. Вот. Но он говорит, я уже три раза написал в поддержку, и документ так и не появился. Вот. И ты, когда начинаешь с этим всем хейтом, ты демотивируешься очень. Ты же такой, я же хорошее что-то делал. Ну, это так работает психология толпы. Да, да, да. И я такой демотивировался, а потом понял, что вырастут, поймут. Суть-то в чем? По факту же, ну, вот эти все услуги, когда появились, все-то ожидали, вот завышенные были ожидания. И коммуникация, которая проводила, я объясню, как воспринимается это вот обычными людьми, да. Ты сейчас рассказываешь, когда мы знаем все сложности, класс, да. Ты такой думаешь, ну да, наверное, мы и не заслужили на то, что у нас в целом что-то нормально работает, да. И когда у нас в стране появляется IT-инициатива сделать вещь, которая в принципе, ну, я насколько знаю, у нас и банкинг, да, не соответствует уровню страны. То есть он у нас лучше, чем должен быть. Вот. И когда появляется такая тема, я сразу прям воспрял. Это была в одном из первых подкастов тема, что как помочь нашей стране, это лишить возможности брать взятки ее, да, через цифровые услуги. Да. Чтобы все стало цифровым. Вот. И понятное дело, что вы сталкиваетесь с хейтом, но, блин, ну так всегда бывает. Ну, а мне кажется, вот я не ожидал, что будет хейт. Я был уверен, что будет. Я тоже очень обрадовался этой ситуацией ровно, ну, то есть и воодушевлен был ровно до момента встречи с первым полицейским, который отреагировал. А, сказал, что должно быть специально считывающее устройство. Ну, то есть почему-то полицейские очень как-то не любят, когда вместо документов. Серьезно, полицейские что-то не любят? На самом деле, ну, есть человеческий фактор. Я могу рассказать человеческий фактор и фактический фактор по полиции. О, вот нам интересно, как оно должно быть и как оно Два фактора. То есть мы выходили в БЭТу с 16 декабря. То есть с 16 декабря была презентация с главой или замглавой полиции, с вице-премьер-министром и так дальше, потому что запускается. Для того, чтобы это все с бета-теста начало работать где-то за две недели до этого на планшетах полицейских на хоум-скрине появилось большое уведомление, что с 16 грудня будут работать электронные водительские документы. Вот дизайн, как они выглядят. На обратной стороне есть QR-код. И к моменту бета-теста все планшеты полицейских были перепрошиты, была обновлена прошивка, которая позволяет, грубо говоря, фишка QR-а на водительских документах, что я могу проверить твой QR, и я увижу документ валидный, невалидный. А полицейский сочетает планшетом полицейского и попадет в свою базу. Он попадет, увидит не Дию, а он попадет в свою базу, которая вот у него выдается. Но полицейские что-то не поняли. Вот, и есть человеческий фактор. То есть я вот у меня был, знаете, я был очень впечатлен, когда 14-го числа, за два дня до теста, я паркуюсь там возле работы и вижу патруль полиции, и как раз думаю, отлично. Спрошу. Иду. Я говорю, вы знаете, что запускается Дия? Он говорит, нет. Я говорю, ну, у вас же уведомление есть. Он такой, да, надо посмотреть. Я говорю, ну, рассказал ему, как это работает. Он говорит, я вообще думаю, что плохая затея. И вы удалили, да? Вот. И в плане патрулей полиции, ну, возможно, ты где-то там недовидел коммуникацию. То есть у нас было все очень жестко. Я перейду пример. То есть за время бета-теста, дальше уже, по-моему, вообще вопросов не было. У нас было три обращения людей. У которых полиция потребовала оригиналы. При том, что у нас там в факте написано, что если у вас полицейский требует оригинал, номер жетона, всю вот эту вводную информацию, и у нас мы сразу шлем это наверх в ВВД. Сразу же причем. То есть у нас было три кейса, когда человек обратился. Кейс всего лишь три. Всего лишь три. То есть все остальные были на уровне полиция. Ну, то есть вы знаете, есть разные люди, хейтеры и все остальное. Они говорят, что полиция не приняла документы. Ты говоришь, где что? Ну, хоть какая-то... Хоть какая-то зацепка, и человек больше не отвечает, например. Так вот. И у нас было три фактора. Один был, когда полицейский выписал действительно штраф. И полицейский, насколько я помню, получил взыскание. Вот. Штраф был отменен. Все было отменено. И полицейский получил взыскание. Второй был момент, когда человек дал нам номер протокола, дал всю инфу, а в базе протокола не оказалось уже потом. Ну, то есть, скорее всего, после того, как полицейский попрощался с водителем, он переосмыслил, как это преисполнился. Вот. И дальше протокол этот никуда не пошел. И третий был случай, когда... Я уже не знаю, по какой причине. То есть, то ли человек хотел отменить постанову, то ли полиция пошла более хитрым путем. У меня нет ответа. Когда нам дали номер протокола, а это протокол за непристегнутый ремень. А если, ну, то есть, обязательно тогда должен быть штраф за то, что ты не предоставил документы. Если просто при общении с полицией, они говорят, предоставь документы, и я показываю ДИА, они мне говорят, нет, не подходит. То есть, тогда я не могу, пожалуйста, нет доказательства. Тогда ты можешь сказать... Нет, если он говорит, ДИА не подходит, ты говоришь, окей, ваш номер жетона. Но по какому предмету я буду писать? Вот он не захотел... Хотя, ну, просто у меня такие ситуации были. Я тоже за рулем, гаишники там останавливают. И несколько раз было, что они говорят, у нас нет считывающего устройства. Необходимо ли? По-моему, обычный смартфон подойдет к считыванию QR-кода. Если даже у них нет... Ну, у них все равно есть какой-то планшет, к которому они коннектятся к базе. Они могут ручками ввести номер автомобиля, и все. Или ручками переписать серию номер твоего водительского удостоверения. Ну, да, но... То есть у меня были ситуации, когда они говорят, не подходит, нет ничего, и у меня всегда с собой... Если не подходит, то ты... Я предоставляю. И нет предмета жалобы самой, но они нарушены. Ты должен быть требовательным человеком в государство. И если он говорит, не подходит, ты говоришь, условно, вы уверены в том, что вы не подходит? Вы отвечаете за то, что вы не принимаете ДИА? Он говорит, да. Ты говоришь, класс. И у нас в факе прям есть номер горячей линии МВД. И ты можешь либо нам написать в чат-бот, либо позвонить в номер горячей линии, который круглосуточный, который предупрежден, дать номер жетона ФИО сотрудника полиции и сказать, ну, условно, я нахожусь там-то, сейчас там 14.30. Я уже хочу попасть в какую-то передрягу, где буду доказывать, что... Я сталкивался с... Вот последний раз, когда меня проверяли документы, это было вашим документам. Я говорю, у меня ДИА. У вас-то все подгрузилось. Я говорю, ну, да, вот, а там же пока Фейс Эдит, там, типа, пока я запускаю ДИА, я что-то не с ДИА еду за рулем. Вот. Он говорит, да, хорошо. Мне кажется, еще хейт связан был в целом с тем, что люди, когда это касательно государственной какой-то услуги и документов, чего-то государственного, они считают, что, в принципе, вы уже обязаны им очень сильно. Да, ну, это же классическая история. Но на самом деле, если поставить себя... Ну, я же из бизнеса пришел. Вот. Если поставить себя на место гражданина, я понимаю, все очень просто. Первое. Реально, каждый украинец устал коммуницировать с государством. Ну, реально. Это, вот, я часто привожу пример, это как стоматолог. Ты думаешь каждый раз, что в этот раз будет нормально, а потом тебе все равно плохо. Вот. И так все госусонки... Это же муки из лечения, если вы видите. Ну, типа, надо идти. Как бы ни было больно, надо взаимодействовать. То есть, я к тому, что каждый гражданин, он устал уже. Вот. От того, что каждый раз государство такое-то головняк. Блядь, а вы, ну, я не совсем понимаю, устал. Вот я просто, если честно, ну, странно отношусь к хейту. Вот и сегодня просто у меня история была вот как раз с хейтом в сторону вообще всего, что делает сейчас аппарат государственный. Была статья по поводу повышения налогов айтишникам на 8 раз, что зарегистрирован законопроект от партии «Слуга народа». А в самом законопроекте идет речь о том, что снижают налоги до 5,5%. Ну, и повышают штрафы за неуплату налогов. Чтобы ты, типа, платили налоги. Снизят – плати, но, типа... Ну, это уже кликбейт пошел. Вот, и пошел, да. И дальше вот там заголовка. Никто не прочитал, там человек 10 было в комментариях. Никто это не читает. В плане заголовка, ты знаешь, там, наша топовая тема, извините, что тебя перебил. После того, как мы выпустили бету со штрих-кодами, было написано «Дия присваивает украинцам штрих-код». Присваивает украинцам штрих-код. Вот, вот это, мне кажется, одна из самых главных проблем. То, что у нас никто не хочет вникать, что-то там читать, думать, вообще стараться, что-то жить, там, в политическую жизнь страны. Да, но ты с точки зрения структуры, которые предоставляют услуги, ты должен с этим работать, а не осуждать. Понятное дело. Я так скажу. Можно сравнить, понял? У тебя там есть вот такой вариант, а ты можешь посмотреть в другой стране даже тот же банкинг. Попробуйте в час ночи перекинуть деньги со счета на счет в европейском банке старом каком-то. Вот у тебя там зарплата. Это невозможно в принципе, а не только по часам работы. Вот, и, ну, а у нас к этому относятся уже как к порядку вещей, что так должно быть, все работает. Ну, так, кстати, мне еще нравится вот эта реклама привата, которая вышла. Что люди к ним, да? Да, типа про критику. И на самом деле я считал, знаете, какой там месседж? Типа, вот у тебя целый день все нормально, все по плану, все работает, работает, работает. У тебя только один раз что не сработало, и ты уже все понеслась душа в рай. Ну, такая же критика работает с интернет-магазинами. Допустим, многие люди привыкли, что, в принципе, это удобно. Ты сидишь дома или в офисе, заказал себе что-то, но стоит там, условно, розетки, что-то опоздать на два дня, и ты забыл уже про то, что это комфорт, что тебе курьер привез домой товар, ты будешь ссориться до последнего, ненавидеть всех, кто там работает. Ну, это границы потребления. У тебя, условно, комфорт потребления, границы расширяются легко, а сузить их невозможно. Ну, то есть ты сузишь их только тогда, когда от всего откажешься. Ну, еще с Дией была волна непонимания, мне кажется. Один из аргументов, вот он меня немножко вымораживал, что а вот как быть бабушкам, которые в селе, как моей бабушке работать с Дией? Смотрите, у нас план какой? Во-первых, у нас же есть цифровая свита, и все равно мы перейдем к курсам для старшего поколения, которые позволят пользоваться. Объективно, в селе хороший вопрос, но там бабушки, которые живут в городах, очень часто у них уже есть Фейсбук, к счастью или к сожалению. Допустим, есть, да. Второе, что поскольку портал и мобильное приложение это экосистема, так, ну, то есть там первый поинт. Второй поинт, есть же ЦНАП, это жуткое словосочетание, центр надания административных послуг, они там в горосполкомах и так дальше, где ты можешь тот же ФОП открыть, закрыть и все остальное. То есть где предоставляются госуслуги. Готово у нас, это же тоже ЦНАП, тоже в какой-то форме. Вот, суть в том, что мы планируем их перевести, во-первых, они станут центром идеи, вот, а во-вторых, ну, это бы намного более понятно, во-вторых, туда приходит бабушка и говорит, у меня не получается там оформить что-то, там, субсидию, я не знаю. И ей на нашем же портале сотрудник оформляет. А вам не кажется, что тратить деньги на обучение стариков когда можно просто всех молодых обучить, они просто объясняют старикам. Ну, типа, мне кажется, что главная проблема, что в целом, вот, допустим, почему у нас большинство населения не знает ни как открыть ФОП, ни как платить налоги, ни как взаимодействовать с государством, там, получать какую-то информацию о бизнесе. Просто после школы мы пошли в университет, и нам никто не рассказал, как жить, как пользоваться всей этой херней. Ну, то есть, я даже коммуналку узнал. Сталкиваемся с этим вообще постоянно. Вот, я узнал, когда платить коммуналку, где-то в 27. Вот, понял, как, ага, мне пришла женщина, которая квартиру сдавала, и она все объяснила, вот, по копейкам. И мне кажется, если бы чуть-чуть раньше объясняли всю эту информацию, вот, всем, там, в 11 классе, не знаю, когда, когда это важно уже знать, что ты готовишься к какой-то жизни, то было бы намного проще потом всем. Сто процентов, согласен с тобой, сто процентов. У нас, кстати, по коммуналке есть, по-моему, курсы, или будет, или уже есть. А где вот, если там... Asvita.de.gov.ua Это, короче... А в чем заключается этот проект? Asvita? Да, цифровая Asvita. Да, вот в этом заключается. Там есть какой-то видеоурок, который включает человеку, и ему рассказывают. Да, да, это какое-то количество, там, больше или меньшее количество видеоуроков, которые простым, понятным языком, еще и с привлечением каких-нибудь там селебов, для того, чтобы это было более интересно и более зрительно, вот, рассказывают. Ну, я не знаю, там, вот у нас, например, в начале карантина был курс для учителей, там, как проводить видеоуроки. Вот, то есть это, типа, useful вещи, которые на цифровую тему, там, чем-то помогают, что-то облегчают. Я впервые слышал, на самом деле. Я слышал, правда. Это ваша проблема. Ну, то есть, где я должен был знать... Ну, вот, кстати, ты же пришел из бизнеса, ты же должен понимать, что любой продукт, да, в нем есть составляющая вот маркетинга, и вы сотрудничали с... С кем вы сотрудничали по... Бренд нам делал Федерев. Вот, они... Я не скажу, что прям, когда я посмотрел презентацию, я такой, вау, это что-то невероятное. Первое, что я подумал, как-то очень похоже на Uber и Monobank по, там, цветовым решениям. Ну, то есть, это какой-то современный стандарт дизайна, да, был. Вот, потом, дальше, для меня как-то такое ощущение, что коммуникация бренда провалилась. Ну, то есть, нет этой взаимосвязи. А мы ее и не делали особо. Ну, то есть, у нас все, что у нас есть, то есть, мы не занимались рекламными кампаниями. Вот, это отчасти был осознанный путь. В каком плане? Ну, то есть, коммуникацию первую, ну, мы, наверное, запустили где-то месяц назад, и это чисто социальная реклама на наружке. Борды, видеоряд и все такое. Вот, то есть, у нас, кроме СМИ, вот, классических, там, интервью, выхода, там, новостей, то есть, которые происходят в классическом режиме, поскольку ты госорган, и ты что-то делаешь, у тебя есть какие-то инфоповоды, о которых пишут СМИ. Вот, у нас не было никакой коммуникации, потому что у нас мы не выделяли на это финансы. То есть, сейчас, там, у нас началось финансирование разработки, до этого это все исключительно донорские деньги, то есть, международных партнеров, задачи которых, например, там, уменьшить коррупцию в Украине, и вот электронные услуги, там, позволяют это сделать, да, то есть, они поддерживают те продукты, которые мы делаем, те услуги, которые находятся у нас в разработке. Вот, и дальше начался кризис, и, там, во время кризиса перераспределять деньги на маркетинг тоже не очень корректно. Ну, да, да. Пока у вас не готова полностью еще сама... Вот, да, и поэтому, то есть, вот эти там, мы, я думаю, на следующей неделе подберемся к миллиону юзеров портала, и, ну, там, вот сейчас 4,5 миллиона в приложении, это чисто, вот, органика, и все. Ну, это 4 миллиона пользователей, либо скачиваний? Скачиваний больше, это пользователи. Скачиваний больше, да, это пользователи. Но мне кажется, что один из выходов это предоставление определенной услуги и удобства. Ну, как... Ну, то есть, чтобы она была настолько хороша. Да, электронные билеты разошлись и в пользовании. Ну, да, да, да. Ну, то же самое оплата Face ID и бесконтактная оплата, она моментально сразу стала, Uber моментально стала удобной. У нас же просто еще есть, знаете, в плане оплат, есть еще предвзятое отношение к госпродуктам. Вот как ты про приват привел, в пример, да, вот, смотрите. Пересечный громадянин, да, пересечный человек, который там серфит на каком-то сайте и хочет там что-нибудь скачать. Его попросят ввести данные карты и, скорее всего, он их ведет. Ну, не говоря уже про то, что имейл, там, телефон, он ведет вообще железобетон. А теперь просто представьте, делаем мы, а это произойдет в ближайшее время, мы делаем платежи в ДИИ. Человек подумает, все, жесть, моим деньгам на счету конец. С меня спишут все, то есть другой уровень ответственности, другой уровень доверия, конечно. Ну, государственному же банку доверяют люди. Да, да, но, знаете, моя любимая тоже история, просто сейчас как, вот эта цифровая грамотность людей, вот как ты привел тоже пример, там, типа, не научили, да, что как происходит и что как делать. Мой вообще самый любимый пример про то, насколько люди вникают, как устроена вообще цифровая система в стране. Буквально была, прошла неделя, наверное, после презентации, я поехал на какой-то эфир, вот, и они там взяли сюжет, сняли, ну, где-то рядом, там, из обычных людей про права этих паспорта. Спрашивают, есть хорошие мнения, есть там еще какие-то, как ни странно, кстати, бабуля говорит, класс, я вообще очень рад, мне не подойдет, но молодое поколение, точно должно быть все в телефоне. Короче, и один мужик говорит, классный продукт, еще очень большой молодцы, вы поставите? Он говорит, не, никогда в жизни не поставлю. Я его спрашиваю, почему он говорит, не хочу, чтобы в полиции знали, какие у меня права. Интересно. Ну, короче, просто кто не понимает, а я надеюсь, таких нету, вы и так уже отдали все, что уже с потрохами сдали себе сети. Полиция выдала права. Все, ну, то есть, уже нет информации, по-моему, даже вот мы сейчас про что-то поговорим, а я потом открою Инстаграм, и там будет реклама об этом. Ну, то есть, я уже, мне кажется, что уже нет цифровой анонимности, ее не существует. Ну, это конспирология такая слегка, но... Да, ну, как конспирология, ты, если взаимодействуешь с банком, хоть как-то, если ты имеешь при себе мобильный телефон с номером, и он подключен к 4G, все, ты уже имеешь цифровой след какой-то свой. Но, ну, как, людям это сложно объяснить, они всегда будут беспокоиться о своей безопасности и заклеивать вебки. И, понятное дело, почему, ну, еще был же скандал с утечкой, правильно? Я хочу сказать... К которому вы не имеете отношения, Я хочу вообще рассказать эту историю, ждал этот звездный час. Давай. Интересно. Утечка. Это скандал, который... Потому что многие, когда я говорю, что, вот, будем говорить про дирижитальца, судьи, в первую очередь, ассоциируют с этим, с этой утечкой. Да, но, кстати, по оттоку, мы потеряли порядка, там, наверное, 80 тысяч юзеров. Угу. При... Ну, неплохо, но немного. Немного, да. То есть, суть вообще какая? В Украине полная жесть почти везде с государственными реестрами. То есть, ввиду того, что эти системы строились как-то постепенно в разные годы, там нет безопасности, там очень часто нет никакого логирования, то есть, ну там, никто не знает, кто изменил ваши данные, когда это произошло и все остальное. Очень часто это может быть инструментом каких-то коррупционных путей, ну, если это там земля или недвижимость, я думаю, прекрасно понимаете, какой потенциал разворачивается перед... Землю можно переписать какую-то, да, узаконить. Вот. Просто имея информацию о паспорте, что это там... это когда есть доступ к реестру, который не логирует. Михаил Федоров, наш вице-премьер-министр, проводил заседание уряду, на котором сказал, что мы придем с аудитом вместе со службой безопасности Украины в каждый реестр. Проведем аудит и построим нормальную защитную систему. Это четверг, вот типа, знаете, таймлайн, как в кино, это четверг. В субботу начинается ДДОС-атака на хранилище, вот, которая длится несколько часов, ничем она не заканчивается по той простой причине, что у нас просто бэкэнд лежит в хранилище, и там у нас еще был подключен Amazon Web Services, который принимал на себя весь удар по трафику, и он как раз у нас и был подключен для борьбы против ДДОС-атак, то есть он условно фильтрует этот весь трафик, раскидывает по дата-центрам, короче, шагорохом об стену, да? Да, да, но эта история длится довольно там... Стой, я хочу, а бэкэнд это, я думал, что это резервное копирование? Бэкэнд это условно операционная система, приложение, только не в телефоне, а та, которая обеспечивает функции, то, что там твой телефон попросит в реестре, да, да, вот эти все запросы, то есть там у нас логирование и просто бэкэнд, то есть там шифрование, шлюз, и мы чисто работаем как сквознячок. Вот, то есть в субботу ДДОС-атака, а там понедельник еще был выходной, какой-то государственный праздник, в понедельник вечером появляется инфа, Диа сливает данные, везде там вот так по сигналу, то есть я подписан там на кучу всяких ресурсов и блогеров и с разрывом в 30 минут выходит там примерно по-моему 12 сразу ресурсов, вот, то есть для меня это больше похоже на как типа по стартовому свистку, да, 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 давайте посев по блогерам сделаем. Да, 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 а потом в 9, не, в 8 утра начинаются посты в политических пабликах, после слива данных Михаил Федоров уйдет с поста. Понятно. Тарам-тарам-тарам-тарам. Заказ или что? поэтому ничего не произошло. Поэтому ничего не произошло. Подожди, а я читал о том, что какой-то чат-бот предоставлял информацию. Этот чат-бот, к сожалению, он существовал уже давно. Который предоставлял информацию в водительских правах. На ютубе, я, наверное, могу сказать... Он давно существует. На ютубе, я, наверное, могу сказать чуть-чуть больше, чем в СМИ, в официальных, у нас там чуть-чуть открытие аудитория, да? Да. Суть какая? Чат-бот под другим названием. Их было два, на самом деле. Он под другим названием уже существовал. И существовал где-то за месяц до этого. Вот. Этот чат-бот... Чуваки провели достаточно мощную работу. Они сматчили базы данных. У них была база данных. Одного из банков глубиной. Там база данных была 17-го года, если мы правильно там провели аудит. А была база 19-го года одной почтовой службы. Вот. Были еще какие-то мелкие, я не помню какие. И была база водительских удостоверений и техпаспортов, которая, к сожалению, там, как это, широкоизвестный факт в узких кругах, что эта база уже давно продавалась в Даркнете. И они провели матчинг. То есть они сматчили там по номеру телефона, по каким-то критериям. Даркнете сопоставили. Да, да, да. То есть из нескольких баз они сделали одну большую. Вот. Когда мы смотрели этот бот еще до до вот этой всей инфоповода, там ты вводишь и ты получаешь, например, там, не знаю, база. Бесплатная информация вроде как, да? Ну, там вначале было бесплатно. Там три запроса, по-моему, было бесплатно. Хоть что-то такое. То есть вначале ты задаешь запрос и там пишет, например, NP-2019 данные, которые там есть. Там банк такой-то, ну, там год не был указан. Данные такие. То есть там все было сегментировано. И если просто взять внимательно посмотреть на выдачу, которую ты получаешь по запросу, там не было указания, что это ДИИ. Вот. Ну, то есть эта база была когда-то слита кем-то из сотрудников правоохранительных органов, которые они смачили и дополнили. Ну, то есть по факту это была как бы информационная атака, да? Это была информационная атака, но Миша, Михаил Федоров взял это под личный контроль вместе со службой безопасности, с национальной полицией. И, по-моему, через три недели, я уже не скажу, там произошло, по-моему, порядка 25 обысков. По-моему, 8 уголовных дел открытых. Ну, то есть там, короче, какой-то порядок цифр этих был. И это, на самом деле, только восхищаюсь тем фактом, что люди, которые там были убеждены, что полная анонимность Телеграме даст им возможность сделать какие-то там вещи, которые, по сути, по факту являются преступлением. Прикол, вы через Телеграм выислили. Все, есть. А, таких нашли? Да. Серьезно? Да. И можно узнать, кто заказчик? Кто заказчик? А у нас есть прямо в структурах и в полиции люди, которые... Кибердепартаменты, да, конечно. Очень мощно. Я мечтаю поговорить с этими людьми. Мне очень интересно, что... Прикольно. Мне всегда казалось, что у нас это ограничивается изучением социальных сетей. Не-не-не-не. У нас даже в каком-то влоге мы давали прямо отчет с вот этими цифрами. У нас есть влог. Уди. Ссылка в описании, ребят. Вот. И мы давали прямо отчет, сколько каких-то обысков дел, как это там, оголошено, бедозру. Дело закрыто. Дело закрыто. А что, собственно, ну вот если я боюсь, что мой паспорт, информация о моем паспорте, там, документах, техпаспорте на машину и правах станет публичным. Чем это чревато для меня? На меня возьмет кредит, либо... Уже нельзя взять кредит. Внутри я проснусь и мое имя не мое. Или на меня банковскую карточку и кредитную откроют. Нет, это невозможно сейчас. Уже даже всякие сомнительные кредитные организации уже этого не сделают. По-моему, если есть данные твои юридические, ФОП, там, какая-то информация. Так, а ФОП это открытые данные. А, ну тогда ничего. ФОП это Open Data, да. Да, да. То есть, ну, я хочу понять, чего пользователь боится. Смотри, боится пользователь как раз, что на него откроют, там, допустим, кредит или продадут его квартиру. Но уже это невозможно сделать. Но уже это невозможно сделать. Да. Вопрос, ну, опять же, да, есть там цифровой паспорт в ДИИ, и у нас даже там есть код на вход, или ФСИД, и вся остальная история. Но, реально, каждый из нас сколько тысяч раз отправил копию своего паспорта где-нибудь в Телеграме, в Вайбере, по имейлу, потому что попросили. Или сколько людей, которые сейчас, например, ну, чисто гипотетически говорят, ну, что это, не секьюрно, в телефоне мой паспорт. Когда снимали где-нибудь во Львове квартиру, давали риэлтору на сутки свой паспорт. У нас, когда была, помните, самая тупорылая херня GetContact, когда... Я, кстати, так и не повелся. Ловушка для дебилов была просто. GetContact, я когда вспоминаю, я когда только увидел это приложение, вам не кажется это странным? Веди свои данные, чтобы увидеть данные других людей. Уже выглядит, короче, как-то подозрительно. Ну, и типа, это был самый большой слив информации. Но это очень талантливо было сделано. Они надавили на ту вещь, которую... Нет, с точки зрения, да, у ТП, которые они предложили, они красавчики. Но это как FaceUp, или как это называется? FaceUp для слива, да. А до этого... У меня же, у меня просто отец еще военный, и я такой, FaceUp такой... Странная история, Есть какие-то вопросы, что-то тут не так. И потом проходит полгода, и там признают его ФСБшным продуктом, да. А там, ты знаешь, ты знаешь прикол про вот этот FaceUp? Это вообще, короче, самый... Ну, вообще, что происходило в России накануне того, как вышел этот FaceUp? Короче, в России одни ребята, я не буду утверждать вот информацию прям достоверно, они разработали приложение, которое вот ты просто берешь человека, фотографируешь, оно нейросеть распроходит всю информацию, и ты просто всю инфу по нему, короче, узнаешь. Оно проработало неделю или две, и потом его была статья, небольшая какой-то заголовок, что его, короче, там закрывается, и его государство типа выкупило все. И, ну, технология, ну, просто, ну, мне кажется, что это вот эти фильмы, когда, знаете, перебирают людей, портреты, нашло совпадение. Вот, и я, когда вот это узнал, мне стало немного страшно, что тебя могут просто сфотографировать, дальше узнать всю инфу, подойти и сказать, Андрюха, здорово, помнишь, ну, там все про тебя, войти в доверие. Вот, и потом пропадает это приложение, мы его искали, пытались установить там по-разному, не смогли. Но зато появился фейсап. И появляется через время этот фейсап, который собирает всю эту информацию. И еще и обучает нейросеть. Я слышал точно такое же только про США, что военные структуры начали вкладывать деньги в стартапы, которые связаны с популяризацией, с фотографиями и так далее. Ну, это классика вообще, конечно. Да, так что, в общем, люди, которые парятся насчет своей анонимности. Невозможно сейчас быть. Да, мне кажется, это настолько сложно сейчас остаться анонимным, чтобы твое лицо нигде не засветилось, твой телефон. Если вам звонит, сука, из коу-центра какого-то, не знаю, интернет-провайдера, то все, ну, значит телефон ваш есть и значит, скорее всего, лицо ваше есть уже в базах. Вот, есть какая-то возможность официально потребовать удалить свои данные из баз, из реестров, ну, вот каких-то вот таких вещей? Из государственных? Не государственных. можно? Ну, как это, каждый человек имеет право по каким-нибудь, например, религиозным убеждениям попросить удалить свои данные и мы обязаны удалить все данные. Ну, вот, хранятся в каких-то базах. Есть слитая база, а есть какие-то официальные вот эти рассылки, допустим, как у Фейсбука есть информация, которая хранится про тебя. Наверняка у каждого... По рассылкам, ну, то есть не знаю, если честно. то есть, грубо говоря, я пытался отказаться от каких-то рассылок, но это ничем не заканчивалось. Я знаю, что международно, по-моему, или в американском законодательстве есть тема, что ты можешь потребовать, что у них на тебя есть. Ну, то есть они обязаны, если по заявлению, показать тебе у нас на тебя это, это, это. У нас просто проблема в чем, что сейчас мы приходим к этой всей цифровой культуре, и там ты не можешь, там сейчас на каждом сайте должна быть privacy policy, ты не можешь попросить большее количество данных, чем тебе нужно от человеки, и всякая вот эта история. То есть, но до момента, когда это все началось, у нас уже столько всего произошло, столько всех баз перепродано, выкуплено. Но у нас в ВКонтакте у всех хранится просто информация. Ты расписал сам анкету про себя в ФСБшной конторе. В целом, если невозможно быть в безопасности, то по факту незачем. Можно просто, если ты не нарушаешь закон, тебе нечего бояться. Сто процентов. Это самая любимая моя тоже фраза на эту тему. То есть, когда кто-то там сопротивлялся, это кто-то, причем из, ну, типа не нашего министерства диалога, условно, одних партнеров с другими, там типа, а что ты боишься делать? Ну, это вопрос доверия еще. У нас, к сожалению, ну, люди, ну, и понятно, почему. То есть, они могут предположить, что кто-то, имея эти данные, может их как-то воспользоваться в своих корыстных каких-то целях, и можно понять людей, которые боятся... Поэтому есть, поэтому работает классика, есть early adopters, люди, которые первыми, там, первой приверженцы технологий, есть те, кто потом подключается, и те, кто там в последнюю очередь или там никогда этого не делает. Мы просто... Большинство людей воспринимает ДИЮ как бигдату, но по факту функция же это предоставление услуг, то есть облегчение каких-то процессов для человека. Да, ну и тут еще сопутствующая история косвенная в плане данных и в плане доступа и всего остального. Ну, то есть, в реестрах недостаточно данных. Вот, это факт. То есть, там, в земельном реестре, там, по некоторым оценкам есть только там 30% данных, например, то есть 70% существует только в оригинале и на бумагу. И суть в чем? То есть, две вещи. Первое, человек, например, заходит в кабинет гражданина на портале ДИА, в раздел «Земля» и видит, что у него нет данных по его земельному участку. Мы даем ему возможность сказать, типа, ребята, у меня нет данных, что сделать, чтобы они появились в реестре? То есть, и... А сейчас человек, наверное, не знает, там, есть вообще государство в курсе или не в курсе. Вот. Это первый момент. Ну, и, соответственно, там уже дальше логирование, вот эта вся история, понятно, она будет присутствовать. Второй момент, там, большого, ну, очевидного, там, ожидания людей, как я вот привел в пример, там, типа, написал в чат-бот пять раз «Добавьте мои права». Если государство не знает данных, там, документа, например, человека, да, там, по земле или неважно почему, оно не может регенерировать, и сами они там не появятся без участия человека. Ну, допустим, человек, который пять раз вам написал по поводу прав своих, почему после первого раза не было сказано там, так, покажи, что они у тебя есть, мы их добавим. Невозможно, да? Смотри, он пишет менеджеру суппорта. Ну, то есть, понятное дело, что у него доступа нет к этому функционалу. То есть, есть инструмент разработанный, в данном случае, вот этот Е-кабинет, кабинет водителя, который мы упоминали вначале, который позволяет, там, при условиях, там, условно, там, цифровые подписи, что гарантирует, там, фактического человека, да, действует, там, его паспорт и все остальное, добавит документ. Но, чтобы вы понимали, даже на этом инструменте есть некое количество людей, которые подали на верификацию поддельные документы. Хорош. То есть, они не знали или думали, что прокатит. А это нарушение закона? Да. Вот. Но они могут идти как пострадавшие, то есть, грубо говоря, что их обманули. Что им выдали большевые права. То есть, я знаю ситуацию, когда человек думал, что получил настоящие, и прямо в автошколе даже учился. вот. Да, и еще один из интересных кейсов у меня был. У меня же там тоже довольно большое количество людей пишут мне в Facebook, задают вопросы, там прям, ну, короче, все вот это и пишут. Мужчина говорит, я уже три раза поддался на верификацию техпаспорта, и мне все время приходит отказ. Я ему пишу, типа, что не совпадает у вас с техпаспортом? Он говорит, у меня не совпадает дата регистрации автомобиля, орган регистрации автомобиля, и типа цвет автомобиля. И я такой думаю, слишком много не совпадений. Чувак, у тебя вообще твой техпаспорт. И оказалось, в итоге что? Ну, я не знаю, я сказал ему, что если он уверен, что это его оригинал техпаспорта, он может отдельно ножками пойти в сервисный центр со всеми бумажками, которые у него есть, доказать, что это валидный документ, и тогда да. Ну, опять-таки, это вопрос, вот этот человек про Дию рассказал 50 людям, что как она не сработала, что у него не тот. 100% конечно. Ну, допустим, у меня вообще никаких проблем не было. Я был уверен, что у меня будут проблемы, потому что у меня всегда сглос. У меня фамилия, у меня фамилия просто Е, одна буква, и у меня всегда, сука, проблемы с любыми вещами, где фигурирует моя фамилия, потому что люди не понимают, что из одной буквы фамилия, какого хрена, если это интернет не воспринимает графа, из одной буквы нельзя вводить фамилию, у меня всегда проблемы. И вот с Ди у меня все нормально было. А как ты покупаешь на сайтах? Я пишу Е-Е. Я пишу Е-Е. Но наукорезненции, я сейчас стендап просто рассказываю, наукорезненции, это правда, я не знаю, поменяли они или нет, в какой-то момент нельзя просто из гласных, и мне пришлось писать Е-Е или еще Виталик. Гласная, согласная, гласная должна быть. И вот у меня всегда с этим проблемы, а вот Ди я протянулась нормально. Нет, ты просто, если фамилии пишешь, гласная Е. Гласная Е. Но там просто две ошибки можно. У меня как бы одна буква в фамилии, но можно две ошибки совершить. Ты пишешь три? Да, я пишу три буквы, и две ошибки, вот уберите их, и будет моя фамилия. Это прикол. Слушай, ну вот, у меня тоже все в Ди работало сразу, почему-то, потому что я все документы получал, там, довольно поздно, там, в 2014, и поэтому все подтянулось хорошо, вот. А у нас была проблема, не связанная с Ди, а, ну, во-первых, не подтянула загран в Ди, и вот как раз с этим мы столкнулись. И второй момент, короче, есть, мне кажется, все вот классно, даже если будет супер-классное приложение, но у нас же херовый интернет, просто. О, это у нас есть еще одно, ну, короче, чтобы вы понимали. Я просто знаю, почему, вот я хочу, чтобы ты почувствовал, какая путь решения. Какой путь, а ты в курсе уже всего, да? Я знаю, что это проблема, вот, принятия закона. Уже, и, короче, суть какая? Первое, министерство цифровой трансформации, это не только министерство ДИИ. Вот, то есть ДИИ, это одно из направлений, один из продуктов. Просто он самый понятный гражданам, Ну, который непосредственно... Который касается, во-первых, их жизни, во-вторых, если ты скажешь, мы будем аудировать реестры, на слове аудировать реестры, как бы 70% людей пожмет плечами и скажет, не слышал. Тримбита или как-то так еще? Нет, я имею в виду в общем, Тримбита это шлюз, который коннектит. Я имею в виду в общем, что когда ты начнешь рассказывать про бэковые какие-то сложные истории, людям это непонятно. Поэтому для людей понятен флагманский продукт ДИИ. У нас есть отдельное направление развития интернета в Украине. И суть понятна, во-первых, с точки зрения вот юзер-стори, да? Если у тебя классные госуслуги, 100%, 115% госуслуг, но нет интернета, как бы, то все очень бессмысленно становится. Так вот, наша задача... Почему вот у нас вопрос? Плохой мобильный интернет, если сравнивать с европейскими странами? У нас была проблема с распределением частот. Вот, вот я правильно слышал. Это то, что ты хотел услышать. То есть у нас же принципиально не соглашались, я уже не помню, вооруженные силы или... Ну, короче, суть в чем, что военным принадлежали частоты, 900-ые, которые дают нормальный 4G интернет. И у Тел принадлежит, да, по-моему? Ну, у Тела уже нет. Ну, короче, как у Картелекомовских. Нет, он был, да, но уже все, у него уже нет лицензии, все. А вот у них как раз была частота под 3G, и у Теловский на то время интернет работал просто везде. Он был первым вообще там. Везде, да, у него было идеальное покрытие. Вот. То есть суть какая? Приняли изменения, перераспределение частот пошло, вот, заново произошел там какой-то аукцион, детально не расскажу сейчас, лицензии между мобильными операторами. Сейчас они очень активно покрывают Украину вот более скоростным интернетом. Тоже буквально там вчера мы записывали, по-моему, вчера или позавчера, вчера мы записывали влог, тоже там 1999 городов подключили, в шести областях, в 800, по-моему, населенных пунктов вообще никогда не было скоростного интернета, вот, который появился. И больше того, ну, то есть классно ворвались мобильные операторы, в каком плане, что Киевстар и Vodafone пользуются одними вышками. То есть не ставят каждый свою вышечку, они еще и шерят между собой вышку, чтобы быстрее и дешевле это делать. Ну, я просто, насколько помню, там, если ты перераспределяешь частоты, то радиус действия вышки сразу увеличивается. Да, 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 то есть это более функциональная история вообще. А в чем? Они не могут прям моментально его здесь сразу? Нет, они все равно перепокрывают, да, меняют оборудование. И задача наша, там, до 23-го года покрыть 95% территории Украины инфраструктур... 23-го, то есть три года еще. Три годика. Вот. 95% населенной и инфраструктурной, ну, где дороги и все остальное, территории Украины скоростным интернетом. И плюс еще к этому всему у нас же идет работа по широкополосному, который кабелем подается интернет. То есть там же вообще пиратский рынок максимально. Ой, провайдеры, любимая тема, блядь, просто ненавижу. Кстати, Киевстар, пошли нахер, не звоните, пожалуйста, пожалуйста, фрегат, там, воля, все, пошли нахер. Вот этот рынок, у меня такое ощущение, что это какие-то там, вот из 90-х бандюки, которые работали, вот он примерно такой же остался, рынок интернет-провайдеров. Вот, там очень много, ну, то есть есть большие рынки, да, есть очень много, особенно в регионах, провайдеров, которые к чему-то подконнектились, и их как будто нет, но интернет у людей есть. Вот, и буквально, по-моему, на прошлой неделе подписали, ну, а как можно, как объяснить, как можно отрегулировать рынок и дать нормальный интернет, когда ты не знаешь, что на нем происходит, потому что это все, это в серой зоне находится. Вот. А каким образом? Вот. У нас, во-первых, был запущен аудит, грубо говоря, с помощью граждан, то есть была там запущена отдельная кампания по регионам, чтобы люди могли сами сказать, у меня такой-то адрес, вот, давайте нажмем кнопку спидтест прямо у вас на сайте и замерим интернет. Вот. И что еще? На прошлой неделе подписали то ли договор, то ли меморандум с УКО, которая спидтест, вот, на то, чтобы они поделились массивами данных, вот, всего интернета, которое они... Серьезно? Да, для того, чтобы мы составили карту скорости, покрытия интернета и так дальше, то есть от этого уже можно было... То есть мы узнаем, в какой области самый быстрый интернет, да? Чисто теоретически. Вот, то есть, да, это одно из важных направлений. Ну, то есть у нас вы... Это круто, вот, прям вселяет веру в то, что там действительно у нас будет уже такой же свободный доступ к интернету. Ребят, если вы смотрите это через три года, ну, возможно, вы где-то посреди поля стоите сейчас. Просто мы там говорили про частоты, возможно, не все из тех, кто нас смотрит, понимают, в чем суть проблемы. Оказывается, я когда-то хотел поругаться очень сильно с Киев Старом. Ну, как, просто ты покупаешь у них безлимитный интернет, а он же нихрена не безлимитный, то есть там есть лимит в день, там есть ограничение скорости, и ты плюс еще, если это ограничение скорости исчерпаешь, и вообще у тебя перекрывается интернет. И оказалось, в чем проблема? Оказалось, что они не могут давать ограниченные, ну, то есть сначала там такой тупой аргумент последовал, что типа, ой, есть недобросовестные граждане, которые выкачивают до хрена трафика и пользуются, но меня как пользователя это вообще-то беспокоить не должно. Вот, и дальше, короче, я начал эту историю копать, и оказалось, почему у нас вообще хреновый интернет? Что, когда проводились аукционы по розыгрышу для мобильных операторов всех вот этих частот, то сливались частоты выше полутора, тысячу пятьсот. По-моему, даже тысячу восемьсот. Тысячу восемьсот, да. А там такая с этими частотами на вышках, да, вот стоит вышка, которую там любители 5G сжигают, вот. Вот эта вышка, да, она раздает в определенной частоте волну, и вот если эта частота низкая, то радиус огромный, а если высокая, да, там тысячу восемьсот, то он меньше в разы. И вот, чтобы покрыть всю Украину, надо было просто снизить, продать эти низкие частоты, и все было. то есть в цивилизованном мире они уже давно принадлежат просто, ну, там бизнесу, частного бизнеса. да. А у нас это до июня, если не ошибаюсь, принадлежало военно. Ну, а сейчас что военные? Без связи сидят? Я думаю, у них может 5G. Да. Кстати, вот 5G, типа, я поражаюсь, насколько у нас много тупых людей, оказывается. я просто в интернете когда читал, вот эти... Вы серьезно? Ну, у нас же были даже люди, которые что-то пытались против 5G делать. А серьезно? Мне очень нравится, знаешь, что мне кто-то скидывал, я же не помню кто, вырезку из какого-то журнала Edge распространяет там, не знаю, свиной гриб. Пидорак, да, какой-то? Вот. Что каждое покрытие что-то делало плохо. Да, 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 да. Мы такие, о, это я уже видел. Ну, вспомни, когда Wi-Fi тоже появился роутер, что их выключали кто-то на ночь. А, телефон нельзя класть под подушку, да. Слушайте, ну, частоты, да, их, наверное, так уже много, что если бы они влияли на нас, мы бы уже давно сдохли, мне кажется. Или стали какими-то супергероями. Не знаю. Слушай, ну, короче, вот у меня по поводу приложения Dia есть ожидания определенные. Я вообще хотел бы там, чтобы через... БТ-тестировщик или нет? Нет, я не подавал заявку, но я как только оно появилось в свободном доступе, я сразу установил. Можешь подать мне заявку. А, то есть там на расшире могут более широкие деньги. Подожди, объясни, сейчас с услугами работают БТ-тестировщики только? Или с новыми услугами есть определенные... Смотри, в маркете, например, доступна версия 1.9.1 или 1.9.2. Но мы же, прежде чем выходим в паблик-релиз, мы проводим тест. Ну, понятно. Которых есть там у нас порядка 20 тысяч на андроиде-тестировщиков и порядка 10 на iOS. Это какая-то дискриминация. Вот. И там уже версия 2.0. 2.0.1. У нее есть нижний бар, у нее другое меню, другие notification. А функционал как-то расширен? Сейчас только эта версия дает возможность валидировать документы и заниматься шерингом. Вот. И к масштабному релизу там уже будут услуги. Да, да. То есть к масштабному релизу там уже будут доступны услуги. А где я могу закрыть ФОП, это сервис. Это портал через десктоп только, да? Да. Ребята, разделяйте. Для многих ДИА это только приложение, но получается, что портал и приложение это... И ездишь еще оффлайн точки. Я где-то видел, я не помню где, то ли в Харькове фотографии сбрасывали. ДИА бизнес, да. Да, что у вас прям прикольные точки для бизнеса. Если ты хочешь заниматься бизнесом, ты можешь прийти, тебе могут рассказать много информации, причем не от бизнес-тренера какого-то, да, коуча, а квалифицированный. Да. Вот, тоже прикольная тема. У меня такой вопрос еще. А в перспективе может ли ДИА стать как в Китае социальную оценку, рейтинг людей? Вот мы сегодня только обсуждали про Мичат, что его запрещают в Америке из-за того, что он там... Вместе с ТикТоком, да? Да. И что в Китае есть социальный рейтинг. Я знаю. Да, и возможно ли... Потому что это непрактично, это сложно, либо потому что люди это воспримут как черное зеркало сразу. Я не уверен, что в этом есть необходимость. То есть в Вичате есть что-то хорошо, он полностью закрывает все потребности граждан. Вот это классный референс, на который можно ориентироваться. А с точки зрения контроля... Не, ну смотри, рейтинг-то существует и так везде, да? То есть, а тут будет рейтинг там у гост каких-то чиновников. Нет, электронная демократия там будет. То есть пользователи смогут... Одна из задач вообще президента, это... То есть она упирается не в, как вы понимаете, в реализацию дизайнерскую, а в реализацию безопасного голосования. И как это... С одной стороны, чтобы это точно был не бот, с другой стороны, чтобы это точно было анонимно. То есть там возможность проводить референдумы в мобильном приложении. Как в Швейцарии. У них похожая система, только не в мобильном приложении, а в любую... Они могут проголосовать где угодно вообще. Вот. Прикольная инициатива. Тогда... А референдумы для чего? Ну, то есть суть какая? Суть же демократии в том, что народ принимает решения. То есть у нас, к сожалению, да, распространен большой опыт, когда решения принимаются, а народ даже не в курсе этих решений. Вот. Ну, то есть есть глобальные, понятные вопросы, но в целом электронная демократия, она же вплоть до региона может там распространяться. Какой-то вопрос там регионального там уровня тоже может обсуждаться гражданами и все такое. И... Ну, вот в этом фишка. Блин, ну я не уверен, что я хочу, чтобы все люди, у которых есть телефон, голосовали, от этого принималось решение. Там не так это работает. Ну, то есть тогда нужно регулировать и пропаганду, и журналистику, и с телевидением работать, забирать его олигархов. То есть это... Слушай, ну в смысле? Короче, если ты живешь в свободной стране, да, условно, ты говоришь пропаганду, там еще что-то, ну то есть у тебя есть инструмент, там ты можешь изъявить свою волю в любой момент. Как, допустим, работает это в Швейцарии? Я когда узнал, я подумал, ну это вот прям идеальная схема демократии, когда у них и законодательная инициатива может от простого человека выйти. Вот он может прийти на собрание в общину свою сказать, а давайте шмаль легализуем. Они говорят, а давайте. И они такие, проголосовали. Вот у нас в общине она теперь легальна. Они говорят, а пойдемте, расскажем городу всему. Они приходят, говорят, и у них, типа, можно голосовать. И потом это доходит, понял, до кантона, это объединение городов, и потом до парламента. И если там все такие, а что нет, давайте. И вот у них есть кантон, в котором, типа, там, да, Цюрих, там несколько стран. Ну как область, скажем так. Да, да. Легально все, там, вот условно, да, какая-то тема. Ты переезжаешь, а там за это, типа, это нарушение закона. Все, нельзя. Ну да, да, в Швейцаре же конфедерация. Прикольно, но я имел в виду немножко другое, что у нас информационная, то есть, грубо говоря, говорят, а давайте легализуем шмаль. А у нас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы люди больше бухали, а не курили шмаль. И они такие, а давайте я сейчас пущу рекламу про наркоманов, там, социальные всякие фильмы, люди увидят это, и не проголосуют. Или точно так же, наоборот, кто-то будет заинтересован, давайте легализируем героин. Я хотел бы тебя огорчить, так работает всегда и везде. Да, все. Это конкуренция. Ладно, инициатива, это прикольно насчет референдума, слышать каждого, то есть, звучит красиво, если сделать это все правильно. Сок Рич, а ему такой раз, и он уже хочет купить Сандор. Нет свободы выбора. Я после фильма Great Hack убедился в этом, что, ну вот, по Big Data спрашивали, кто может вот объективно сейчас повлиять на решение людей, вот, сформировать повестку дня. Ну, Google прям может запросто убедить тебя в чем-то, что сейчас мир выглядит вот так, и ты поверишь в это. Ну, вот, страшно. Но, классно, что Ди, я такого не буду делать, да? Не будет черного зеркала, ребят, потому что многие почему-то сразу воспринимают негативно всю эту историю. Вот, я наоборот думаю, насколько глубоко может зайти цифровизация госуслуг, потому что госуслуги, это же не только там бумажки бюрократические, это еще таможня, налоги, налоги. Да, это все в работе у нас находится. Очень хотел бы, чтобы когда-то, что у нас, как вот там в Европе или в Штатах, приходили отчеты о твоих налогах, типа на приложение, вот так потрачены твои налоги. Мне кажется, при желании ты можешь это сделать, ну вот, чтобы это было удобно, А тогда такой еще вопрос, а как, насколько сократится рабочих мест при полном функционале Ди? На очень много, да? Как и насколько я понимаю. это один из таких негативных факторов, да? Я хочу негативно. Восприятие, восприятие людей, что... Не, ну на самом деле, это же неизбежный процесс. Вот, ну то есть, сказать, что мы там проводили какие-то расчеты, какое-то количество людей, да, там есть определенное количество госрегистраторов, которые предоставляют услуги. То есть, есть понятие, мы смотрим на это, если честно, с несколько другой стороны. Есть огромное количество органов, которые предоставляют услуги. У каждого министерства свой, я не знаю, у Минсоца свой, там, у кого-то свой. И есть куча инстанций, кроме ЦНАПов, да, которые там, вот, госрегистратор сидит, какую-то унифицированную версию. И это сжирает же кучу денег из бюджета. То есть, мы смотрим на это с точки зрения больше оптимизации, когда, ну там, идея в том, что, ну, условно, да, там, создать там прозрачный, там, в котором будет полиция, почта там и все эти вещи, это все будет намного более оптимизировано. Вот. А, ну, профессии умирают. Все мы знаем, там, все футуровки говорят, в течение, там, пяти лет умрет профессия бухгалтера, например. Ну, да, я тоже задумался об этом. В принципе, любая нейросеть может, мне кажется, правильно настроить. Даже софт уже это все делает, да. Это и грустно, и классно одновременно. Я не знаю, ну, типа, вот, да, чиновник, много. Ну, это, если ты не бухгалтер, ну, да, это классно. Абсолютно пофиг. Ну, с другой стороны. Поэтому и грустно, и классно одновременно. Ну, у нас есть бухгалтер, будет грустно сообщать эти новости. Вы читали, не видели новость про какой-то стартап, который сгорел во время карантина? Короче говоря, публично, это был стартап, который разработал супер нейросеть, которая занималась налогами, там, и всем остальным, а оказалось, там сидел штат из трехстан человек. И во время... И во время карантина, когда у них упало количество клиентов, у них начались сокращения, компания посыпалась. Бля, прикинь, они, ну, ужас. Это самая классная имитация IT была. Они просто сымитировали IT. Вот это прикол. Слушайте, но я надеюсь, что у вас получится, потому что мы, когда только начинали записывать подкасты, и шла речь там о том, какие перемены нас ждут, я говорил, что один из возможных способов побороть коррупцию в Украине, это сделай все услуги цифровыми. Тогда просто не будет кому брать взятки. Вот. Я надеюсь, что, ну, в принципе-то уже все существует для того, чтобы это сделать. Я просто смотрю, как у нас сейчас там зашел через Facebook, там какой-то американский сайт заказал, всю инфу про себя слил. Уже все так удобно. Ну, типа, карты подтянулись и в Google, и там куда-то еще. Да, где-то было. Ты все, короче, ну, типа, уже все можно делать через мобильный телефон, условно. Ну, да. Главное только желание. А я так понимаю, что вот, если есть информационные атаки, то вот эти чиновники, да, которые сидят в огромном количестве, не очень-то хотят уходить. Конечно. И не очень-то хотят перестать зарабатывать. Да. Ну, слушайте. Ну, как мы можем поддержать ДИЮ? Скачайте, пользоваться. Да, ребят. Ребят, скачайте ДИЮ, пробуйте. Ну, не нравится. Ставьте родителями, показывайте, чтобы они с самого начала привыкали, и новые функции для них не были чем-то суперстрашными. Пользуйтесь госуслугами на портале ДИЮ, да? И про бизнес узнавать. где-то на следующей неделе мы ожидаем 100-тысячный ФОП открыт онлайн. Будет тусовка? Будет розыгрыш, наверное, чего-то. 100-тысячный. Ого, у вас розыгрыш на 100-тысячный. Как жаль, что у меня уже есть ФОП. И у меня. Как жаль, что у меня уже 100-тысячный. Слушай, Слав, спасибо тебе большое, что... И вам спасибо, ребята. ...делил время и рассказал информацию, которую должны знать все, в принципе. Потому что нам взаимодействовать с государством-то все равно так или иначе придется, ребят. Лучше делать это дистанционно, онлайн, через приложение, как мне кажется. Согласен полностью. Спасибо большое. Да, все, спасибо, ребята. Всем пока. Спасибо.